Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 21 января, воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания апостола Павла к Тимофею, 4 глава стихи с 9 по 15. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных, проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не прийду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в Тебе даровании, которое дано Тебе по пророчеству с возложением рук священства, а всем заботься, всем пребывай, дабы успех Твой для всех был очевиден». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над Первым Посланием апостола Павла к Тимофею, над отрывком, над концовкой 4 главы. И в этой главе апостол Павел говорит и наставляет епископа Тимофея, своего помощника, и говорит следующие слова. В 9 стихе он начинает. «Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков и наипаче верных». Слово сие верно и принятие достойно. И здесь в первую очередь нужно сказать о том, что это за слово. Во-первых, это слово «благой вести», и во-вторых, тех наставлений, которые апостол Павел и Тимофей говорят и передают о своей общине, той общине, в которой проповедует апостол, и в частности здесь Тимофей. Почему это слово «верно» и всякого принятия достойно? Потому что для того они и трудятся, и терпят поношения. Потому что вся жизнь апостолов и помощников апостолов сопряжена с великими опасностями. Как мы знаем, сам апостол Павел не раз подвергался смертельным опасностям, когда шел проповедовать в далекие уголки Римской империи, когда забирался в самые труднопроходимые места, и он много раз бывал в штормах, и он терпел множество побоев от своих соплеменников иудеев, и он претерпевал различные козни от разбойников, и так далее, и так далее. И все это свидетельствует о том, что для апостола Слово Божие и проповедь Евангелия являются центром его жизни. И также для помощников апостола Павла, для Тимофея, его образ жизни должен быть точно таким же, как образ жизни апостола Павла. Но отличие их в том, что апостол Павел проповедует на обширных территориях, а Тимофей вынужден, и так распорядился промысл Божий, что он должен быть надзирателем, то есть епископом в определенной территории, и там уже должен полагать свою жизнь за ближнего. И вот, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который и Спаситель всех человеков, и наипаче верных. «Проповедуй сие и учи». Проповедуй то, что Иисус Христос есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. И проповедуй и учи упованию на Бога и вере в Бога. Так заканчивается первый небольшой отрывочек той части, которую сегодня Церковь читает за богослужение. Далее апостол пишет, «Никто, да, не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». На момент написания этого послания Тимофей был сравнительно молодым человеком. Ученые называют разный возраст, но ему было около 38 лет по замечанию отечественных библеистов дореволюционной школы. И вот этот отрывок, 12 стих этого послания, 4 главы, блаженный феофилак болгарский так растолковывает. «Так как юность вследствие общего предрассудка сделалась чем-то легко презираемым, то ты, — говорит апостол, — повелевай властно, и никто не будет тебя презирать, ибо учитель не должен находиться в пренебрежении. Где же, таким образом, кротость? Там, где сам подвергается оскорблениям, он должен быть кротким, а где необходима строгость для спасения других, там он должен повелевать с полной властью. Или «Покажи жизнь, благоукрашенную добронравием, и не будет презираема юность твоя, а, напротив, будет привлекать общее удивление». И вот вторая часть толкования блаженного феофилакта как раз-таки и говорит о том, что апостол и проповедник должен показывать свою жизнь благоукрашенную, показывать жизнь свою как благоукрашенную добронравием. В чем должно быть это добронравие? В чем должен быть добрый нрав у, прежде всего, епископа? «В слове, в житии», — говорит апостол Павел, «в любви, в духе, в вере, в чистоте». Далее он говорит, «Доколе не приеду, занимайся чтением, наставлением и учением». Чтение, наставление и учение — это необходимые атрибуты апостольского богослужения. Читали Священное Писание, прежде всего, Ветхого Завета, потому что к тому времени еще не сформировался канон Нового Завета. Скорее всего, еще не были написаны все Евангелия, да не скорее всего, а точно, не были написаны еще все Евангелия, и канон Нового Завета только формировался, поэтому читали в основном книге Ветхого Завета. И за богослужением, естественно, читалась псалтирь, читались псалмы, люди молились, и апостол должен был, во-первых, сам читать, потом наставлять в молитве, как должно молиться, и учение. Необходимый атрибут апостольского богослужения — это проповедь. И этот атрибут православная церковь, как преемница апостольской церкви, являясь святой апостольской церковью, вобрала в себя эту традицию проповеди. Всегда после Евангелия по канонам должна следовать проповедь, которая вкратко разъясняла бы нам, о чем говорится в Евангелии, и назидала бы нас. И об этого требует от Тимофея и апостол Павел, чтобы он занимался чтением, наставлением и учением. То есть он читал молитвы, он учил молиться, и он бы проповедовал в отсутствии апостола Павла. «Не неради, а пребывающее в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Здесь апостол Павел говорит о том, что Тимофею было даровано некий дар святого духа по пророчеству с возложением рук. То есть он был рукоположен. То есть Тимофей является рукоположенным епископом, приняв это возложение рук от священства и став сам священником, он должен с ревностью служить в том качестве, служить церкви в том качестве, в котором его призвал Святой Дух, в котором его призвал Господь. И это тарование, которое пребывает в нем через возложение рук, и которое обнаружилось в нем еще до этого по пророчеству. А мы говорили с вами о том, что пророчество — это некое зрение внутренней жизни человека, некое распознавание ее человеческой духовной сущности. И апостол Павел напоминает, что Тимофей, епископ Тимофей, получил дарование Святого Духа через возложение рук, и он должен ревностно исполнять то служение, на которое он поставлен, благодатью Божьей. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. И в конце он, апостол Павел, призывает Тимофея вновь и вновь служить в своем чине и служить именно с успехом, чтобы этот успех был очевиден не только для внутренней жизни Церкви, но и для всех окружающих, чтобы и через этот успех проповедь Слова Божия косвенно, но доносилась среди окружающих людей, которые, возможно, еще не слышали благую весть о Христе. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его сторонниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова